МОРТАЛ КОМБА И это единственное, что мы до сих пор не видели в грядущем МОРТАЛ КОМБАТ 1, до этого момента. На недавнем ивенте я получил возможность пройти первую главу сюжетного режима МОРТАЛ КОМБАТ 1, а также совершенно новый режим вторжения. Мои первые впечатления? Незерленд похоже не ослабляет хватку, удерживая корону короля файтингов по части одиночных режимов. Давайте заценим. Это изумительно. МОРТАЛ КОМБАТ 1 предполагает полный перезапуск временной шкалы, где архитектором новой линии является Лю Кан, что приводит к необычному началу истории МК. Изначально у нас нет конфликтов, но после очень крутой и интригующей встречи двух вернувшихся персонажей, которую я не хочу вам спойлерить, начинается первая глава, посвященная Кун Лао, который теперь является фермером и работает на полях вместе со своим другом Рейденом, который в свою очередь больше не бог грома, и теперь его шляпа больше подходит его работе. После дружеского соревнования в полях, они направляются в чайный домик, где сталкиваются со Смоуком и из Линквей. Оказывается, хозяйка чайного домика задолжала Линквей денег и Смоук пришел их забрать, и это то, чего вы ожидаете от сюжетного режима МОРТАЛ КОМБАТ. Развитие конфликта приводит к столкновению с Абзиро и Скорпионом, который вступает в бой против Кун Лао и Рейдена. Что примечательно, у Кун Лао еще нет его шляпы с лезвиями, поэтому он не имеет доступа ко всем своим привычным мувам, а Рейден еще не раскрыл свои силы молнии, поэтому в камео у него есть только один доступный в качестве ассиста прием. Помимо этого, Незерэлм явно придерживается в сюжетном режиме философии ничьи не то, что не сломаны. Сложно винить их в том, что мне хотелось бы видеть в этих главах обучение некоторым опциям персонажей, тогда бы мне не пришлось полностью изучать каждого из них вслепую, не понимая, что умеет каждый персонаж. А что в свою очередь явилось сюрпризом для серии? Mortal Kombat 1 отказался от режима крипты, который присутствовал в серии с Mortal Kombat Deadly Alliance 2002 года. Его место занял новый одиночный режим под названием Вторжение, который сочетает в себе награды крипты с сумасшедшими тематическими битвами башен времени Mortal Kombat 11. И все это представлено как настольная игра Mortal Kombat. Вместо бросков кубиком, чтобы понять, как далеко продвинуться, на каждой клетке доски происходит какое-нибудь тематическое событие. Первая доска посвящена особняку Джонни Кейджа, Касса Дель Кейдж. Вы останавливаетесь на первой базе и сражаетесь с баракой, который, очевидно, украл ключ от входной двери. После этого вы входите в особняк и изучаете комнаты и залы. Тут можно застрять с кучей пасхалок. От знаменитого кода на кровь с Сеги Дженесис до кинотеатровой вывески из Injustice 2 и других вещей, которые любой давний поклонник NetherRealm обязательно поймет. Во многих битвах есть гиммики, которые знакомы каждому, кто играл в любую из башен времени Mortal Kombat 11. В одной через порталы на меня медленно летят замораживающие шары. В другой фиолетовая зона увеличивает гравитацию, что делает невозможными прыжки и джаглы. А иногда мне даже не надо сражаться. Было одно испытание на выживание. Все, что нужно, избегать энергетических шаров, прыгая и пригибаясь. Есть несколько факторов, которые служат для изучения механик. Есть система дэмэджа элементальных атак, в которой, если вы используете персонажа с элементом огня, эти атаки нанесут больше урона врагам, связанным с элементом льда. Вышеупомянутые энергетические шары в испытании на выживание будут наносить вам меньше урона, если у вас персонаж энергетического типа. Также вы можете экипировать себе специальные талисманы, чтобы дать своему персонажу уникальный спешл с потенциальной возможностью атаковать другим элементам. Что мне реально понравилось в режиме вторжения, так это то, что есть ощущение прогресса, которое вы никогда не получали в режиме башен в предыдущих играх. Вы повышаете уровень своих персонажей и статы, чтобы справляться со все более сложными миссиями. Вы постоянно открываете новые предметы, как внутри режима, так и за его пределами. После прохождения каждой локации у вас возникает прекрасное чувство завершенности. Как и в крипте, вы будете находить порталы, каждый из которых содержит какую-нибудь косметику. Эти доски также обновляются по сезонам. Каждый новый сезон добавляет новую историю. История первого сезона посвящена трагедии Скорпиона, тому, как Ханзо Хасаши смотрел одну временную шкалу за другой, пытаясь найти ту, в которой его жена Харуми не была убита. И он нашел только одну временную шкалу – событие Mortal Kombat 1, где Харуми жива и здорова, но счастлива в браке с Квайляном. Поэтому доска этого сезона сосредоточена вокруг ярости Скорпиона и его клятвует сжечь эту временную линию. Это довольно крутой задел для альтернативной истории, и это определенно достаточная мотивация для меня, чтобы довести дело до конца, когда Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на PlayStation 5, Xbox Series X и S и PC. Спасибо за просмотр. Чтобы узнать больше о Mortal Kombat 1, посмотрите наше видео о каждом фаталити, которое мы видели до сих пор. Субтитры создавал DimaTorzok